За 10 дней после начала протестов в Казахстане задержали почти 8 тысяч человек. При этом местные СМИ и правозащитники сообщают, что иногда в отделение попадают случайные люди. Так, в частности, произошло с музыкантом из Кыргызстана Викрамом Рузахуновым. Еще накануне государственные СМИ Казахстана опубликовали видео, где он со следами побоев дает на камеру якобы признательные показания. И говорит, что безработный, а участвовал в беспорядках за деньги. Незнакомые люди оплатили ему перелеты и дали еще 200 долларов. Но позже выяснилось, что мужчина приехал в Казахстан на новогодние концерты. После того, как Бишкек вмешался в ситуацию, музыканта освободили. Также известно о задержании нескольких журналистов, которые освещали протесты. Президент Касым Жамар-Такаев заявил, что считает последнее событие попыткой госпереворота. Но доказательств этому не привел, лишь заявил, что все покажет следствие. В Казахстане действует режим ЧП, и силовикам разрешено стрелять в демонстрантов на поражение. Накануне Минздрав заявил, что за время беспорядков погибли 164 человека. Но потом власти заявили, что ошиблись, и реальное число жертв им неизвестно. Хотя сегодня по всей стране объявлен траур. В целом ситуация в Казахстане стабилизировалась, но полиция и военные продолжают дежурить в городах, а на въездах выставлены блокпосты. При этом многие жители Казахстана решили на время покинуть страну. Еду я с семьей с Нур-Султана в Калининград, к родной сестре, к родителям у меня там проживает. Ситуация у себя в Казахстане немного насторожила. Не то, что испугались, но просто как в древний век начали, вся жизнь ничего не работает, магазины пустые. Решили уехать к сестре на время. Президент, с ним вряд ли что-то сможет не жить. Ну, в него как-то люди не верят, потому что коррупцию содержится в Казахстане. Все семейство Назарбаевское правительство. Как мы что-то сделаем. Последние новости в Казахстане узнаем у нашего корреспондента Даурена Хайргельдина. Он выходит с нами на прямую связь. Даурен, привет. Расскажи, продолжаются ли протесты в каких-то регионах, или силовикам удалось полностью их подавить? Здравствуй, Жень. Каких-то громких протестов по стране, судя по всему, не происходит, потому что мы тоже получаем противоречивую информацию. Однако официальные власти заявляют, что никаких народных волнений больше нет. В Алматы продолжается зачистка улиц от тех демонстрантов, которые взяли в руки оружие. Но власти называют их боевиками и экстремистами. И отмечают, что для того, чтобы слиться с общей массой, они сбривают бороды и переодеваются. Во что? Потому что не совсем понятно, поскольку во время протестов никаких опознавательных знаков на них не было. Тем не менее, власти считают, что это заранее запланированная, тщательно подготовленная акция, которая была направлена на то, чтобы устроить госпереворот. И главной целью, по словам Тукаева, было захватить столицу Республики Нур-Султан. Дориан, вот есть противоречивая информация о жертвах. Вчера Минздрав заявил, что ими стали 164 человека, а потом Министерство информации сказали, что это была ошибка. Есть ли точные данные о погибших и пострадавших? Таких данных нет. И вот эти противоречия в цифрах, которые поступают на секундочку от официальных лиц, от официальных госорганов, она тоже иногда сбивает с толку, поскольку ранее говорили, что 18 силовиков погибли во время массовых беспорядков, но сегодня уже называется другая цифра, 16 человек. И мы точно не можем располагать какими-то конкретными достоверными данными, ну потому что не считали их, сколько человек погибло, и не могли перепроверить эту самую информацию. Но вот эти противоречия, заявления, а потом их опровержение немножко сбивает, и это мешает работе, вернее не только мешает нашей работе, но и мешает восприятию людей, которые все-таки понимают, что же сегодня скажут госорганы, что скажут в логике, и не будет ли завтра эта информация опровержена. Мы тоже пребываем в состоянии такого, в повешенном состоянии, ну ожидая где-то под спутом, что откажутся от своих слов, назовут это хирургической ошибкой или уточненными данными. Поэтому к любым цифрам относимся более чем. Даурен, и очень коротко расскажи, пожалуйста, сегодня президент Казахстана провел очередное совещание, известно тебе, чем оно закончилось? Да, посыл был такой, что введение сил ОДКБ при лечении миротворческого контингента в Казахстан, это был правильный и обдуманный шаг, и члены страны ОДКБ поддержали это решение, заявив, что все это, повторюсь, была спланированная акция, которая координировалась из единого центра, который находится извне. В Алматы десятки людей собрались у здания городского морга. Часть из них вызвали на опознание, другие надеются найти своих родственников, которые пропали за время протестов. Число жертв по-прежнему неизвестно. Накануне власти заявили, что в Алматы погибли более ста человек, но потом отказались от своих слов. Ситуация в городе, который на прошлой неделе стал эпицентром беспорядков, постепенно нормализуется. В Алматы частично возобновил движение общественный транспорт. Как заявляют власти, магазины решили проблему с дефицитом продуктов и начали принимать банковские карты. Они не работали из-за проблем с интернетом. Также военные сегодня снова оцепили площадь республики, резиденцию президента и мэрию. И говорят, что проводят там следственные действия. О ситуации в городе узнаем у нашего корреспондента Тимура Ермашева. Он присоединяется к нашему эфиру по телефону. Тимур, здравствуй. Расскажи, есть информация, что полиция проводит сейчас точечное задержание в Алматы. Кого они касаются и опасаются ли местные жители произвола силовиков? Да, приветствую студию. Действительно, задержания проводятся. Они проводились все эти дни. У нас проводится антитеррористическая операция. В основном задержания производятся в так называемой нижней части города, в частном секторе. Но есть информация о том, что были задержания и за пределами города Алматы, и в Алматинской области, и даже задержали группу мародеров в Западно-Казахстанской области, то есть почти за 3000 километров от нас, что, в общем-то, вызвало такие ожесточенные споры в интернете, то есть каким образом люди могли приехать на машине, обойти все блокпосты и добраться до Западно-Казахстанской области. Сейчас здание, то есть площадь республики оцеплена военными, туда никого не пускают. В целом в городе обстановка стабильная. Тимур, вот вы сегодня были в городе. Можете подробнее рассказать, какая там обстановка? Не боятся ли жители произвола силовиков, как мы говорили раньше? Я не думаю, что кто-то боится произвола силовиков, а в целом уже появилась полиция, уже чувствуется, что в город вернулась власть, и, в общем-то, это вселяет оптимизм. Как работает инфраструктура в городе? Была информация, что уже открываются магазины, работает транспорт. Можете подробнее об этом рассказать? Да, магазины у дома, мелкие магазины понемногу открываются, но дело в том, что у нас была нарушена за все эти дни, нарушена логистическая цепочка доставки товаров первой необходимости, и это ощущается прям пустые полки, это все заметно. Но зато у нас заработала половина супермаркетов из крупнейшей ритейлерской сети, это из 68 магазинов 38 уже заработало, и у них есть такие достаточно большие запасы продуктов. Тимур, вот иностранных военных из стран УДКБ частично отправили в Алматы. Что они охраняют в городе, и заметны ли солдаты на улицах? Солдаты на улицах заметны, но близко к ним подойти невозможно, поскольку они не подпускают к себе и запрещают снимать, поэтому шевроны разведеть невозможно. Они охраняют, вот мы видели, вернее коллеги наши, видели их в районе департамента полиции и в районе районных управлений внутренних дел. Спасибо, Тимур. На прямой связи из Алматы был наш корреспондент Тимур Ермашев. В Женеве начался основной раунд переговоров США и России, где они обсуждают гарантии безопасности, о которых просила Москва. Напомню, она потребовала от НАТО не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию. Переговоры США и России проходят в закрытом формате. Накануне представители Вашингтона и Москвы уже успели провести неформальную беседу. Зам госсекретаря Уэнди Шерман заявила замглавы МИД России Сергею Рябкову, что Америка не будет обсуждать ситуацию в Европе без присутствия союзников. А также отметила, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать, в каких союзах участвовать. Рябков же заявил, что диалог был, цитата, «потрясающим, но сложным и деловым» и призвал США к компромиссам. При этом госсекретарь США Энтони Блинкин ранее говорил, что Вашингтон не собирается идти на уступки по Украине, а цель встречи — снизить напряженность между странами дипломатическим путем. Также в эту среду запланировано заседание Совета России и НАТО. Надеюсь, что существует реальное желание с обеих сторон, России и НАТО, начать процесс, который может предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе. Но мы очень четко заявили, что мы не пойдем на компромисс по поводу права любого государства в Европе выбирать свой собственный путь. На границах с Украиной по-прежнему остаются больше 100 тысяч российских военных, а на Донбассе не прекращаются обстрелы. В Киеве говорят, что за прошедшие сутки сепаратисты дважды открывали огонь из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. В результате один военнослужащий получил ранение. Я очень хочу, чтобы все прекратилось. Мы устали от этого. Мы понимаем, что это может закончиться, если некоторым людям будут поставлены определенные условия, если их заставят сделать шаг назад. Мы очень надеемся, что наши западные партнеры помогут нам не только на словах. Я хочу, чтобы моя семья жила нормальной жизнью. Вот и все. Я хочу мира. Мы не хотим хранить наших погибших военных. Это все. Беларусь-Калий с 1 апреля может потерять одного из главных покупателей своего сырья – норвежскую компанию Яра. Крупнейший производитель удобрений в мире готов отказаться от контрактов из-за нарушения прав рабочих и политических увольнениях на Солигорском предприятии, а также западных санкций против официального Минска. В прошлом году Беларусь-Калий получил от норвежского партнера более 74 миллионов долларов. Яра не собиралась прекращать сотрудничество, несмотря на ограничения и требования европейских чиновников и белорусской оппозиции. Но гендиректор Яра изменил свое решение после очередных переговоров со Светланой Тихановской. Их встреча прошла накануне. Также на прошлой неделе стало известно, что литовская железная дорога нашла способ, как отказаться от 10 миллионов долларов, которые получила от Беларусь-Калия за транзит удобрений, и не платить штрафы. Выяснилось, что по договору сделку можно разорвать через год, если уведомить об этом другую сторону. Или еще раньше, если, например, Беларусь из-за санкций не сможет провести платежи. Разрыв контракта не выгоден перевозчику, но он может понести еще большие потери, если нарушит санкции ЕС и США. Израиль открыл границы для вакцинированных от коронавируса иностранцев в страну, в том числе будут пускать и тех, кто привился российским спутником. Путешественникам также придется предъявить отрицательный ПЦР-тест и сделать еще один по прибытию. При этом в самом Израиле последнюю неделю фиксируют максимальное количество заразившихся ковидом за все время пандемии. Тем временем в США общее число инфицированных превысило 60 миллионов. С декабря в стране ежедневно фиксируют больше 100 тысяч заражений. Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса ввели в некоторых регионах Японии, а Греция ужесточила правила. С 1 февраля те, кто не ревакцинировался, будут считаться непривитыми и не смогут посещать закрытые помещения. Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что сложная ситуация с коронавирусом в мире продлится еще как минимум три месяца. В интервью Sky News спецпредставитель ВОЗ Дэвид Набар рассказал, что в будущем серьезные вспышки COVID-19 могут случаться 2-3 раза в год и необходимо быть готовыми быстро на них реагировать. Опасность могут представлять новые штаммы. Так сейчас больницы во всем мире сталкиваются с сильной нагрузкой из-за микрона. Это действительно влияет на весь мир. Если службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, то во многих других частях мира они полностью перегружены. Мы проходим через марафон. Нельзя сказать, что мы в его конце. Этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. До того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн. Суд в Австралии отменил решение власти о депортации первой ракетки мира Новак Джоковича и освободил серба из центра для нелегальных мигрантов. Но это не означает, что теннисист все-таки сможет сыграть на турнире Большого шлема. Хотя именно для участия в Australian Open он и приехал в страну. Прокуратура собирается обжаловать решение суда, а у министра иммиграции есть право лично аннулировать визу теннисисту. Австралийские пограничники задержали Джоковича 6 января, поскольку спортсмен въехал в страну без сертификата о вакцинации от коронавируса и таким образом нарушил местные законы. Раньше Джокович выступал против обязательных прививок, а на границе предоставил справку, что переболел ковидом в декабре и поэтому считал, что вакцина ему не нужна. Но местные власти сочли этот аргумент недостаточным, несмотря на то, что раньше на тех же основаниях разрешили первой ракетке мира приехать на соревнования. Бывшему лидеру Мьянмы вынесли очередной приговор. Военный суд признал Аун Сан Суджи виновной по нескольким обвинениям. Одно из них, к примеру, незаконное владение рациями. Она получила еще 4 года тюрьмы. Процесс был закрытым, адвокатам запретили общаться с журналистами. Год назад власть в Мьянме захватили военное. После этого против бывшего госсоветника открыли 11 дел. Общий срок лишения свободы по ним может превысить 100 лет. Политик была лауреатом Нобелевской премии мира и до прихода к власти 15 лет провела под домашним арестом. В Бразилии в результате обвала скалы на туристические катера погибли 10 человек. Инцидент произошел накануне в каньоне недалеко от города Капитолио. Две лодки затонули. Также в больницах с травмами находится 8 человек. Еще 23 туриста получили ушибы и легкие ранения. 20 человек считались пропавшими без вести, но их в итоге нашли. Как сообщают спасатели, обвал могла спровоцировать сильную эрозию и специалисты не исключают дальнейшее разрушение. Так, главные новости к этому часу. Меня зовут Евгения Токарь. До встречи.